Ты знаешь, 30 января для меня лично будет отдельным таким днём в календаре, потому что это не только первый день турнира от домашней студии WePlay, но ещё первый дуэт с Юрием Страйком. В общем-то, ребята, будем стараться для вас. Вин Страйк против героек. Мы начинаем смотреть первый пистолетный раунд. Это защита от команды героек. И Вин Страйк — атакующая мощь, мы надеемся. Как отметили наши аналитики, действительно очень интересный выбор для команды героек. Вин Страйк эту карту играет регулярно, а вот про героек такого сказать нельзя. Да, действительно неоднозначный выбор, но, надеюсь, будут удивлять. Итак, начало на центре карты. Размен Мерд забирает Ворд Эдита. Дальше ответ от Вин Страйк в Эндер. Как же пойти дальше? Тут не получается в итоге Сири, но выжить Квик — отличная игра. У себя на позиции в итоге ситуация. У нас 2 на 4 Фрайберг принимал дуэль с оппонентом в двери, но дело в том, что тут нет никакого смысла воевать дальше игрокам атаки, потому что бомба уже поставлена Юрий. Такое не выбивается в 80% ситуации. Ну, знаешь, легендарные НИП, когда еще в составе играл Адам Фрайберг, проворачивали и не такие штуки, но, скорее всего, этот раунд героек проиграют. Там пытаются все-таки выйти у нас через окно Фрайберг в Блейм. Вместе с ним в итоге Вайлендеры они смогли ликвидировать Блейм. Дальше проходит Норберт. А вот тебе и новичок. Как же все-таки сложно будет дальше отыгрывать Квик. Отличная работа. Два хатшота в итоге. Первый раунд для команды WinStrike. Ну, знаешь, говорил я про легендарных НИП и как раз-таки про Адама Фрайберга. А всю основную работу делал товарищ Блейм. Именно он пытался засейвить пистолеточку для героев, а вот работы от Адама Фрайберга, к сожалению, мы так и не увидели. Кстати, нашумевший вообще в FPL там приняли только что, ну, буквально вчера там Блейма, потому что, ну, многообещающий игрок, в общем-то, там КД просто зашкаливает, и мы будем за ним пристально наблюдать. В итоге Норберт под респомтом на длине работал неплохо под флешки, забрал Фрайберга, но Эстаг тут же со скаутом отправляет его в следующий раунд 4 в 4. Да, продолжение максимального напряжения на карте ДДАС-2, действительно. Зарубка нас ожидает та еще. Два скаута, ты знаешь, мне кажется, что после фрага Эстагу нужно вот еще больше движений, потому что он уже на длине себя показал. С другой стороны, там еще и длина выходит, и Эстаг в итоге забирает Норберта. Как ты заказывал, Саша, второй минус от Эстага, ассистирует Адам Фрайберг. Уже большинство для команды героев, и винстрайки пытаются пройти по длине, и, по-моему, здесь их, ну, ждут не самые лучшие новости. Ну, не хватило, на самом деле, возможно, центра сейчас игрокам. Винстрайк, да, это Эстаг, который просто там уничтожит большинство своих соперников. В итоге мог быть еще и Эйс, но бумач, ситуация 1 на 3. Он замечает Мерса, прыжок никуда, абсолютно на хэтшот 1 на 2 уже. Бумач воюет по Ассилиану, была получена информация, тот показал себя на длине. И есть хорошие новости. Два пистолета Ассилиан и Блэйм, это два Дигла, и у Бумача АК-47. Неужели такое интересное решение через Зигу идти на центр, но тут уже Ассилиан будет ждать противника. Бумач, конечно, попытается выйти и убить соперника, там было очень сложно, но он справляется с Ассилианом. Но в итоге 1 на 1 Блэйм встречает противника здесь в двери. И как же так? 2-0. И один, и второй игрок команды Героек здесь ошибаются на самом деле, потому что на них выходил оппонент, и они его слышали. Ну, знаешь, вкратце можно сказать, Бумач проглотил команду Героек в одиночку. Ну, Эстак подъел тоже неплохо в предыдущем раунде, но дальше, конечно, Бумач 1 на 3 ситуация. Ну, тот еще Мэтт, знаешь, вот эти прыжки. Зачем ты прыгаешь, учитывая то, что бомба не устанавливается? То есть ты не знаешь, где находятся соперники, это тоже было слишком опасно. Ну и 2-0 пока что на табло. Команда Героек пытается играть дальше со Стагом, со Скаутом, но пока этот Скаут не наносит урона, здесь уже получает. 1% здоровья остается после выстрела в Орд Эдитом. И Стаг также попадает. Ну, в итоге разменялись любезностями у нас игроки здесь на центре. Там уже вышли на длину игроки атаки. Посмотрите, Фрайбер пытается принимать, но там 2 бутылки сразу за плент летит и, возможно, тут уже концовка защиты на точке А, потому что будет очень сложно дальше обороняться. Да, и Винстрайк после этой раскидки решает просто отойти на центр. Почему бы и нет, учитывая то, что у них под Б не было... Там уже занял бы базу. Да, 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 то есть никого в защите. То есть уже, по сути, Норберт успел выйти с Б на центр. Кстати, еще один молодой и талантливый игрок в составе команды Винстрайк. Норберт в одиночку. Пока что тиммейты пытались проходить по длине, вскрыл оборону базы Б. Там не было никого. Ну и, собственно, именно туда направляется основная атака команды Винстрайк. Здесь уже сложно, да, смог. Положили у нас игроки атаки. Проходит бомба. Искаут пока что не попадает в WorldEdit. В итоге через этот дым забирает Адама. И три игрока у героек решили просто засесть у тебя на респе, чтобы, возможно, кого-то еще подрезать, выходящего на окно. Но это точно не будет квики WorldEdit, потому что те битые. 30 и 32 хп. Ну, было бы неплохо для героев сделать еще парочку минусов, подпортить экономику команде Винстрайк. И уже начиная с оружейного, ломать эти, ну, финансовые трудности для Винстрайка. Ну и матч пока что не прощает. Блэйм, правда, встречает Вейлендера. Тот тоже неаккуратно сыграл на центре. В итоге отдал своему сопернику, вернее, Галил. Скаут там еще, возможно, появится от WorldEdit. Но, с другой стороны, тоже опасно. Тут дилемма. Потому что у тебя опять хп. Ты или взрываешься от бомбы, или пытаешься еще более открыто играть. И еще и Блэйм там забирает бумача в нижний. В общем-то, раунд получается очень дорогим для команды Винстрайк. Учитывая то, что они очень просто по инфе Норберта прошли на точку B. Ну, да. Вот сайвового плана у команды Винстрайк, к сожалению, не было. Да. В итоге 3.800 было у Норберта. Вот отличный фраг. И Сильвен там даже не ожидал, что соперник появится именно в этой точке в таком тайминге. И бумач его фраги, но потом как-то совсем, ребята, смазанно закончили этот раунд. Но все же пока 3-0. И можно выйти на длину, потому что респ благоволит. Ну, кстати, как отмечал тренер команды Моу Спорт Сергей Бижанов. Команда, которая выигрывает занятие длины, с большой вероятностью забирает победу в раунде. Ой-ой-ой, какие флешки, фраги, спрей от него. Квики Норбер погибает, Лайлендер только сейчас включается. Ну и дальше ты не уходишь обратно в банку, потому что случается Мерц со всеми вами. Бомба в итоге выпадает, бумач последний. И здесь, конечно же, уже мы говорим о том, что героик забирает себе этот первый раунд в защите, потому что бумач может нанести какой-то урон. Но вот выиграть его будет слишком сложно. Ну, он уже показывал что-то подобное. Правда, была ситуация один против троих. И это был форсированный раунд в исполнении героек. Здесь полная оружейная закупка, и забрать такое будет невероятно сложно. Первый минус есть. Мерц падает при попытке агрессировать в банку, но бомбы у бумачи нет. И что будет делать? Ну, обойдет. На самом деле у него сейчас такой раунд, что, да, он понимает, что такое не берется в большинстве случаев, но при этом можно нанести неплохой экономический урон по сопернику. Потом он там и перетягивается куда-то нижнюю тэшку, чтобы поймать центр. Но, с другой стороны, героек-то опытные ребята, тертые калачи, как говорится, потому что они, зная, что бомба выбита, значит, на ней нужно все вместе сидеть. Они там по карте где-то разместись и искать своих противников. Вот она, картина маслом. Братская могила. Выход на длину. Здесь падали как героики, так и винстрайки. Да, героически упала команда винстрайк, на самом деле, потому что вот выходили неплохо. С закидки были хорошие флешки. Но, с другой стороны, контр-агрессия героек тоже свела на нет абсолютно все усилия своих соперников. Но все же бумачь возвращается через центр тут в банку. 20 секунд до конца этого раунда. И эстак закрывает его со своего ауга. Первый раунд. Первый раунд для команды героек. И это повод порадоваться. Даже двойной, потому что уронили экономику винстрайк. Соответственно, будет раунд с пистолетами. И это то, что позволит практически сравнять счет на втором блюдасе. А мы с тобой вспоминаем третий раунд, когда винстрайк должны были просто уходить на сейв после взрыва бомбы на Б. Но при этом они пошли стреляться еще на центр. И массу девайсов потеряли. Знаешь, Саша, там вообще все с самого начала пошло не так. Но товарищ, которого мы, так скажем, немного хвалили, а именно Норберт, он мог сыграть вообще очень сейвово. Будучи на базе Б, дожидаться тиммейтов, не пропускать пистолеты и спокойно забирать этот раунд. Но сыграл как сыграл. В итоге в Орлд Эдит не получилось перестрелять противника на центре. Но понятно, что там снайперская винтовка. Правда, неплохое попадание было от соперника по Мерцу. 49 хп остается после врыва. Но и Норберт не отпускает оппонента. Вот тут было очень неплохо сыграно, учитывая то, что не прикрывал никто игрока команды Героек. Этим нужно было воспользоваться террористом, чем, в принципе, они и занимались только что. В итоге выход на зиг. Так, а вот и бой. Новобранец команды Героек уже показывает себя во всей красе. Два минуса на зигзаге. Два в четыре ситуация. Квик также погибает. Ну и Вейлендер последний против четверых. Ну не получилось вместе сыграть. Понятно, что Вейлендер был там последним. Он слишком далеко находился. Там через Рез пытался больше перестреливаться с центром. Но, с другой стороны, на зиге были сделаны именно ключевые фраги в этом моменте. Потому что именно Блейм врывается, забирает близко дистанцию. И дальше уже вы не разворачиваете свои атакующие действия. Мы смотрим очередный раунд. И здесь уже атака должна неплохо закупаться. Потому что все же они свои деньги... А, они копят еще эти деньги. Они же форсировали. Да, понятно, что форсировали. Только что, да, тут еще пистолеты будут. Но это должно быть просто для команды Героек. Потому что раунды с пистолетами без арморов на Дасте втором, ну, очень редко берутся. Особенно в атаке. Так, а вот и быстрый выход на центр карты. И стэк забирает Норберта. Ну, тут опять-таки же братская могила для команды Винстрайк. Падают один за другим. Последний бумыч. Попытка забраться на зигзаг. И бум-бумыч. Да, тут уже есть шансы. Вестак приходит вместе с Блеймом. Закрывает все выходы. Мы перематываем пленку, в общем-то, в начале этого раунда. Должен был сказать, что да, вот, наконец-то, хороший бай команды Винстрайк. И вот они коэффициенты от Yes.bet. 1.57 Героек. 2.31 на Винстрайк. Понятно, что это все будет меняться в лайве. Но, с другой стороны, как у нас уже наши аналитики отмечали, все-таки Best of 1 даст, ребята. Но тут настолько все может быть неоднозначно. Ну, обычно ребята, которые, ну, регулярно ставят, они в таком случае делают выбор в пользу хорошего коэффициента, а не команды фаворита. Да, и потом у нас горение в чате происходит. Так же, как и горит верхняя тэшка, ребята. Тут выйти очень сложно. ХАЕ неплохо залетает по бумачу. АВП. WorldEdit работает против Мерца. На центре уже не будет у нас игрока команды героек. Хотя там на зиге находится все еще Блейм, который может пускаться. С другой стороны, в поджиме находится Фрайвер. То есть Винстрайк должны еще подождать, потому что времени у них достаточно, чтобы приконтролить абсолютно все возможные агрессивные выпады от соперника. Так, а вот знаешь, Адам решится на поджим или нет. Уходят с этой позиции ребята из Винстрайк. Ну, опять-таки же, там все происходит под шифтом. И рисковать вряд ли будет Адам Фрайберг на столь раннем тайминге. Это интересно то, что героик угадывает. Там Истак вместе с Иссили он тоже перетягивается на точку А. Как они это делают? Это какой-то сканер. Довольно интересный смок только что упал у нас на респ. Это от игрока атаки, напоминаю нашим зрителям. Но он обычно закрывает еще вторую подсадку. В общем-то там ближние ящики, возможно, если совсем уж разбираться в этой ситуации. В общем-то еще один смок от Винстрайк. На зиг уже. И Иссилин готов к этому врыву. Возможно, еще будет какой-то ранбуст. Я не знаю. Блейм будет помогать принимать данную позицию. Итак, 40, даже 35 секунд до конца этого раунда. Выход команды Винстрайк на позицию А. Вон та здесь 4 игрока команды героек. Первый минус есть. А Силин забирает Вейлендера. Что будет дальше? Ой-ой-ой-ой. Там было бы неплохо Бумычу ворваться, но он красный. Не спешит пока что. Квик. Два хатшота. Эстокия Силин погибает. 2 на 4 ситуация. В итоге Фрайберг и Блейм. Остаются и они. Будут до последнего бороться. Еще ХЕшка неплохая подлетает под красного Квика. 2 на 2 в итоге. Я напоминаю, что езды фузы только одни. Сейчас у Фрайберга 57 хп против Норберта и Ворлда Дита. Снайперская винтовка уже сработала в этом раунде. И по последнему также была получена информация. Фрайберг все же длину убивал. Ну знаешь, Адам достоял до последнего. Никаких интересных действий в его исполнении мы так и не дождались. В итоге надо тащить этот Квач. Как он это будет делать? Перекрестный огонь Винстрайком обеспечен. Есть гранаты. Есть все необходимое для того, чтобы забирать четвертый раунд в первой половине второго лидаста. Тут закрыто было, на самом деле, изначально, как только попали по Фрайбергу, как только у него появилось 6 хп на табло. Ну и, возможно, тут, конечно, было бы неплохо отойти на сейф, но с другой стороны, куда уже идти? Ты уже на точке находишься, по центру, по сути, стоишь этого красного креста. И все тут смогли неплохо разрулить ребята из команды Винстрайк. Как будет дальше? Респа пока что на длину нет. Три игрока отправляются по Тэшку. И вдвоем там будут раскидывать дальше, возможно, смог на Иксбокс. Интересное решение от героя к появлению второй снайперской винтовки. Истек Мерц, если до этого... Кстати, вот это, опять-таки же, одна из важнейших дуэлей. Да, истек в итоге после только вот врыва от Норгольда забирает себе этот фраг, только потом вливается флешка. И, возможно, это была небольшая мискоммуникация от игроков команды Винстрайк. Но, с другой стороны, снайперская винтовка тоже у атакующей стороны работает. Это минус по Мерцу. Оу, истек это было жестко. Бейлендер не смог остаться на точке Б. В то время, как его команда перетягивается к центру. Он заметил его в дыму или это был выстрел по радару? Да, да, по инвидео. Фрайберг. Ну, это больше углы его надо спрашивать. Он точно знает. Остался в итоге у нас в банке. Получает он тайминговый смок. И тут же фиксируется врыв через ЗИК. И, ну, пока не могут там нормально разворачиваться ребята из команды Винстрайк, покуда лежит молотов. Ну, и рано или поздно будет эта стычка Квика и Фрайберга. И рано или поздно кто-то из них увидит друг друга на радарах. Вот. Ну, вроде бы Квик заметил первый, но попадает именно Адам Фрайберг. 2 в 4 ситуация. Бумыч и Ворлд Эдит. Ну, опять-таки же, знаешь, вот забрали раунд Винстрайки. Проигрываю следующее. Это ресет экономики. Это максимально проблемная атака для коллектива из СНГ. Да, бомба у нас уже на земле. Бумыч все-таки потерял этот пакет. Последний Ворлд Эдит. Ну, я бы, наверное, уже сейвил снайперскую винтовку в такой ситуации. Учитывая то, что у тебя завтра уже ресет будет, то еще вчера нужно об этом думать. Но не подумал. Возможно, пошел до конца. Плей МФ в итоге закрывает Георгия. Ну, и снайперская винтовка вторая. Им не нужна, судя по всему, потому что ее не подбирает этот боец. 4-4 пока что паритет. Ну, не получается умерться. Дважды проигрывает снайперскую дуэль как раз-таки Ворлд Эдиту. И, ну, решили, что все-таки, наверное, будет и стак выполнять. Нет, 2 ВП. Не подобрал, но все-таки купили. Ну, денег больше потратили в итоге. У нас есть пистолеты недефолтные у команды Винстрайк. Пока что разбрелись они по всему периметру карты. Пытаются работать они так же по точке Б. Там находятся Вэллендер с деглом. Возможно, у него был первый респ, чтобы убить выход на Х. Но там в стане защиты никто не появлялся. Там 2 игрока. Это Асилион и Эстак. На центре, кстати, тоже нет войны вообще у героев. Потому что они понимают, там могут быть какие-то скауты. Блэй МФ первый контакт на Зиге. Ну, был шанс сделать этот минус, но все же не попадает в прыжки. Это достаточно сложный фраг и остается живым. Ворд Эдит 46% здоровья. Скопление игроков на Зигзаге в исполнении команды Винстрайк. И опять-таки же Блэйм делает минус. Там в целом была неплохая комбинация. Два игрока принимали эти врывы от террористов. Эстак закрывает Вэйлендера. Тот все же открылся на верхней тэшке. Туда же направляется бомба. И все игроки сейчас могут попасть под обстрел снайпера команды героя. Тот пока пробахнулся. Уууу, Норберт. Вот это хедшот. Диггл Норберта работает. Еще один минус. Норберт, как ты это делаешь? Знаешь, такое ощущение, как будто это Рейл из Квейка. Да, просто без шансов. Навелся, выстрелил и сразу же в таверну отправил. Для второго опорника Фрайберг на перетяжке через центр. Его тиммейты тоже на респе. Квик их слышит и отворачивается, возможно, от выхода на зиг. И как раз-таки этот угол для себя Фрайберг использует. Пока что 3 в 2, но при этом красный Блейв. И там есть снайперская винтовка от Норберта, а К-47 на руках у Гоши. Ну, кстати, посмотри на количество гранат команды героев. Если датчане грамотно ими распорядятся, то должны оформлять это выбивание. Норберт уже третьего собирает себе. Давай! Нет, пока что пострела. Ворланди закрывает дверца последний Блейв. Он красный и нужно просто идти на сейв. Такое только что проиграли у нас герои. Я, Юрий, говорил то, что вот сейчас выйдут у нас все игроки команды Винстрайк на обстрел к Эстагу. Но тот получил просто вантап с этого дегла. 3 в 5. Норберт просто браво. Это были шикарные два минуса с дегла. Подобрал снайперскую винтовку и также сделал минус при выбивании команды героек. Но Толя Литл сейчас просто вот гордится. Потому что вот он пишет постоянно, говорит о том, что вот моя школа, в общем-то, возможно, даже нашел. Играли вместе, в общем-то, если я не ошибаюсь, опять же такие. Ну, где-то, ну, опыт получал там, там. А сейчас играют в такой команде, которая еще и прошла в мейн-квалификацию к мейджору. В воскресенье, напоминаю, ребята играли. В общем-то, они прошлись просто без шанса по своим соперникам. Тут выход на длину тоже готовится. Ходить неплохая. Но Норберт с ВП имел первый респ. Он закрывает Блайм. Ну, знаешь, на кураже уже действует Норберт. Действительно, оставил снайперскую винтовку, увидев, конечно же, свой первый спаун и отлично его реализовал. Итак, большинство для Винстрайк. Это то самое хорошее начало, которое требовалось нашей команде в этом раунде. И они его получили. Угу. Фрайберг откидывает смок на выход Зик. Там три оппонента пока что решили остановиться. На точке Б был контакт. Норберта все-таки силен забирает. Ой, какой выход. По одному в итоге играют, но есть хотя бы размен от команды Винстрайк на этом мидле. И у нас три в три ситуация. При этом закидывается смок на контровский респаун. Там остаются Мерц вместе с Фрайбергом. И только один игрок защищается на точке Б. Это битый Эсилион. Ну, кстати, времени еще более чем достаточно. И это хорошие новости для Винстрайк. Могут грамотно распорядиться открытыми участками карты после минусов в рядах команды героек. И неужели будут проходить по длине? Ну, это интересно, учитывая то, что два игрока уже успели выйти. Там выход под нижнюю, вернее, под левую стенку, также под прицелом точка А находится у АВП. Тут интересно, как сыграет Мерц, учитывая то, что он должен подсадить своего тиммейта. Ну и на реакцию тоже будет играть дальше Фрайберг здесь на зиге. Ну и очень важно Бумычу забрать его. Это позиция. Какие тайминги разворачиваются. В итоге Фрайберг забирает его Бумыч. Три в два ситуация. Мерц пока что не удел. Возможно будет врываться через смок. Посмотрим сейчас. Пока что стоит там, и Бумыч уже мчится на эту точку, но бомба-то не прошла до сих пор. 18 секунд до конца этого раунда. Мерц забирает отбок вика, но тут же размен от Георгия. Как же Гоша не отпускает с дегла, в дым попадает два, а то и три патрона. Ой, ну тут затопил уже, если он так знаешь. Вот сел, хорошо затопил на Гуся. Ну, это был единственный шанс. В момент установки бомбы разобраться с Бумычем, а дальше в ситуации один в один тащить. Но не попадает игрок. Команда героев в итоге лишаются датчане денег. Будут, ну, вырываться вперед в инстрайке. Два раунда уже есть, но вот есть шанс еще больше уйти в отрыв. Экономика под контролем атаки сейчас на этом Дасте втором. И силен получает прострел 28 хп после этого снайпера на контрольском, вернее на террорском распауне. Стак все еще пытается там дальше найти свой хэдшот, но не получается. Но его находит Фрайберг, но ненадолго он здесь живет. Бумыч не отпускает обидчика тиммейта 4 в 3, но и при этом у вас есть битый осилин. Нужно абсолютно все усилия приложить эстагу для того, чтобы минимизировать шансы своих соперников на взятие этого раунда. Ну, постараются в инстрайке укрепить экономику в этом. Для этого надо сыграть хладнокровно. Что, собственно, и происходит. Последний осилин против четверых. И дигл в руках плюс 28% здоровья. Это не то, что спасет датчан в этом раунде. Кстати, Саша, обрати внимание на экономику. Денег нет. Денег нет, и еще один экономический раунд ждет датскую пятерку. Вы не хотите получать такой ресет, особенно на карте DAS 2 в защите, когда у вас и так было 4 раунда. Я еще обратил внимание на наклейку, очень старую London Conspiracy. Такая команда была, которая попадала, в общем-то, если он имел ее только что на дигле, который попадает в руки к Бумычу. Сейчас у нас будет 12-й раунд. Винстрайк могут выйти на победу в этой первой половине. И герои, как ты уже сказал, будут играть под раскидку от Фрайберга. Возможно, это будет смог на центр, а потом под флешку врыв на длину. Если есть неплохой респаун, хотя бы от двух игроков контртеррористов. Сейчас посмотрим. Ну вот, вспоминая то, о чем говорил наш аналитик, тренер команды Моу Спорт Сергей Бижанов, о том, что более выгодная карта для команды Винстрайк за счет того, что у них все же два снайпера. Ну да. Ну тут ты знаешь... Точнее, не два, а хороший, но один. Есть ребята, которые могут быть универсальными. С другой стороны, тут чем будет еще Геройка отвечать, мы узнаем совсем скоро. Опять же, там World Elite против Мерца. И эта история продолжается на точке раскидка. Молото полетел уже под одного опорника. Флешка неплохая, врывается. Так только этого забирает в потоке. Силен вместе с ним. Просто мясо. Просто мясо. Квик. Два минуса залетает после Бумбача. И пока что команда Героев на коленях после неплохого врыва. Хотя с другой стороны и не поднимается с этих олен. Клэй вместе с Мерцем по фрагу. В итоге World Elite играет на размен. Один на один. И он спускается. Но в итоге это было, возможно, слишком опрометчиво. Слишком поспешиво. Что это было, Саша? Что мы только что смотрели? Ладно, врыв от Винстрай, точнее, от команды Героев под флешку. Это было красиво. Но что сделал World Elite? Понимая, что соперник находится на контролском спаунде. Это был кураж. Просто уже там, я не знаю, спуститься к нему и как бы наказать. Показать, кто удобен хозяин. У меня есть теория. Это Гоша ВДВшник. С криками за ВДВ Гоша прыгнул. Правда, не фонтан. Это был всего-то навсего контролский спаун. И проиграл этот дуэль. Да. Это в любом случае было слишком рискованно. Я с тобой согласен, Юрий. Возможно, стоило все-таки там как-то отыграть более хладнокровно, учитывая то, что у тебя возвышенность есть, какая-то позиция. И с одной стороны, ты понимаешь, что тебе может там залететь через бортик, там какой-то простел, может быть еще что-то. У соперника нет оружия. Это всегда, это риски, это всегда. Вообще, куда бы ты ни прыгал, на ящик или вниз, куда-то, вот как сейчас, на контролский спаун. И тут же вот героик забирает себе этот пятый раунд. Так важно было его потащить, учитывая то, что они получали ресет. Вот теперь шансы есть, точнее, остаются у героев на победу в первой половине. Итак, агрессия от Мерца на зигзаге. И опять-таки же проигранная снайперская дуэль в Орд Эдиту. Да что ж такое, с Мерцем что-то сегодня точно не так. Ну, ты знаешь, слишком сложно ему пока что отыгрывать. Но есть еще айстаг с этой же снайперской винтовкой. Блейма отгоняет обратно на дефолтную позицию. Хайен, но там не особо она залетает, хотя Вейлендер проседает 48 хп. Но при этом Блейм играет довольно активно, пытается найти пиксель. Там будет подсадка. Ооо, это было очень опасно. Блейм в итоге забирает и бумача, и Вейлендера. Красиво, красиво отыгрывает новобранец команды героев. Привпатфешка досилена, заметил. Норберта, но какая вертуха. Да, но там еще прыжок был, в итоге еще прострел. Только что получил у нас один боец здесь на центре. Фрайберг закрывает Квика, который... Где-то мы такое уже видели. Это было дежавю. Это было настоящее дежавю. В итоге, ну, не получается. Вот тут, видишь, все пошло из зига этого. То есть то, что Блейм забирает одного-второго через смок игрока. Потом еще и агрессивные выпады от команды героев на центр. Айсилин, кстати, ошибся тем, что прыгнул с аугом. Хотя вроде как должен был замечать противника справа от себя в этом углу в итоге. Только Георгий остался. Он должен сейвить свою снайперскую винтовку. 39 секунд, ну и тут вопрос, пойдет ли дальше Фрайберг охотится за ним. У него, в принципе, мотивации не должно быть. Идти вот как-то открываться и заставлять противника, может быть, нужно больше ошибаться. Так, а вот как раз-таки поджим от Фрайберга и забирает Вард Эдита. 7-6. Да, герои, ты знаешь, вдохнули жизнь в свою игру в защите. Вот после этого раунда с пистолетами, потому что сейчас переворот по экономике. И они могут забирать себе эту половину. А у Минстрайк было слишком много позиций. У них был такой плюс дичайший. Заметь, они начинали раунд в большинстве. Вард Эдит делает первый минус. И после этого в ситуации 4-5 Винстрайки сыпятся один за другим. Ну, с другой стороны, ты знаешь, вот если бы успели они там, смогли забрать Блейма, то это просто вот легчайший выход на точку А, потому что, ну, понятно, что только один опорник. Вы уже убивали Зиг. Так, быстро атака на центр карты. Уже есть игрок на контровском спауне у Винстрайка. Вы заметили. Это интересно, учитывая то, что этот игрок, это кость в горле, которая будет, наверное, пресекать перетяжки. С другой стороны, у нас на бэ никто не идет. Это выход на Зиг. Мерц встречает одного Норберта. Блейм закрывает Бумыча у себя на распе. Блейм! Какие хэдшоты! Как же круто! Он сейчас прошелся по головам. Мерц в итоге забирает последнего Байлендера, который успел убить одного оппонента. Но это на исход раунда не повлияло. 7-7 у нас будет уже в последнем раунде этой серии решаться, в общем-то, кто заберет первую половину карты ДАС-2. Да, действительно, все оставили на последний раунд. И развязка прямо здесь и прямо сейчас. Так, какие РСП у нас? Тоже интересно. Мерц будет забирать себе контроль длины. Туда же направляется большинство команды Винстрайк. Ой, это было не очень. Ворлудит в итоге отлидает от снайпера. Ну, наконец-то. Да, и на центре тоже пытается работать из стак. Это инфа о том, что противники очень быстро могут выйти на зиг. И Силен меняет его. Это, возможно, как раз-таки он будет убивать всех. Абсолютно Винстрайк. Есть первый минус по Норборту. Как же четко отыгрывает. Сделал минус. Хаяшка под ноги игрокам команды Винстрайка. Вот это ошибка из стака. Силен погибают. База Б чисто. Да, но какие проблемы по жизни у Бумача, Квика и Вейлендер. Это 51-15-2 хв. Вейлендер закрывает в итоге Катровский респаун. Слышит выходы через центр. Влеймэ погибает от него. Тут же простил от Фрайберга. 2 на 2 бомба при этом поставлена. Есть дефузы и у одного, и у второго защитника. При этом раскидка у Мерца на руках. Есть понимание о том, где находится Мерц. Огромное количество времени теряет снайпер команды героев, чтобы стянуться на помощь своему тиммейту. Что делает Мерц? Посмотри, где он находится. Ну, он получил смог на верхней тэшке и решил обойти. То есть, возможно, это даже не Мерц сплоховал. Потому что его тиммейт должен был подождать. Ты знаешь, у тебя ситуация такая, что бомба еще не настолько сильно тикает. И ты перетягиваешься через центр, потому что верхние тэшки тебе дали смог. Тут ситуация в том, что вот как только Мерц добирался до бомбы, без того, что ему требовалось устранить своих соперников, бомба уже к этому моменту, скорее всего, бы взрывалась. Ну, решил именно таким образом действовать Мерц. Вот видишь, с одной стороны, его перетяжка была нами отмечена, с другой стороны, это соло-выход через дверь тоже без чего-либо. То есть, это такая агрессия, которая могла, конечно, сработать, застать противника врасплох, но были готовы. Бумыч там и компания забирает себе в итоге этот раунд 8 на 7. Вот она статистика. Бумыч пока что самый сильный из состава команды Winstrike. Но, с другой стороны, Блэй Мэф, конечно, отвечает. Ты знаешь, это была стена на точке А. Да, именно он помог выйти на эти 7 раундов, потому что он тащил, как вот Эко помогал там убивать Winstrike, выходящих на длину, но и потом еще был опорником, которого не могли пройти ребята из Зига. Ну, знаешь, долго мы ждали этого дебюта и действительно ждали недаром. Блэйм ожидания оправдал. Ну, там на фейсоте, если не ошибаюсь, КД, ну, что-то 1.70, но я не знаю. При том, что он очень много игр сыграл и как раз-таки получил он промоушен на FPL. И там уже можно будет посмотреть, и написали в Твиттере о том, что вот она гроза Симплу, вот Воксику и всем остальным, кто там имеет большой КД, это Зайву или Зиву. В общем-то, Блэй Мэф это тоже восходящая звезда. Смотрим мы второй пистолетный раунд. Есть раскидка от Адама Фрайберга. Также есть чем ответить Вейлендеру и Бумычу. Это смоки, две флешки от защиты, также диффузы у Яна. Кстати, интересное решение от команды Winstrike. Посмотри, три игрока на центре, один на базе B, один на зигзаге. Они полностью отдают длину и как раз-таки рассчитывают на выход героиков в центральную точку карты. Да, тут WorldEdit уже показал себя в зиге, попытался убить нижнюю тэшку, но там из стана атаки никто не пытался выйти на эти хэдшоты. Мерц до сих пор еще на пальме опасается врыва на центр. Ну, опять же таки, USPS это очень сильные пистолеты. Есть кому ответить. Фрайберг с P250, который может ставить с одной. Да, там еще и дым и флешка. Вот интересно, как этими гранатами распорядится Адам Фрайберг. Ну, наконец-то начинаются какие-то действия со стороны героек. Прочекали зигзаг, заметили там WorldEdit. Кстати, Гоша остался красный, но по-прежнему опасный. В центр пойдешь, передрагу встрянешь. На самом деле, потому что тут и СЦРшка, тут еще фиг будет помогать Бумычу. Господи, два кончета. И силен плей МФ в итоге отлетает. 3-5 ситуация. Как же дальше идти на размин, пока непонятно. Возможно, это будет просто врыв на зиг. И к тому же Мерц принимает дуэль с своим соперником, а Борни пока что стоит. Ему главное жить. Ну, знаешь, это та самая принципиальная дуэль. Мерц против WorldEdit. Красный Гоша или Мерц. Ой-ой-ой, WorldEdit в итоге там до последнего жил. Но только сейчас Мерц его убивает. Но там есть размен. Два на три ситуации. Мерц закрывает Норберта. Неплохо. 16 кп Вейлендер, 66 Бумычу. Он пытается выйти через Рест, но его закрывает тот же Мерц, который сейчас, возможно, оформляет у нас подочеты. Как же поторопился Норберт. Не дождался помощи тиммейтов. Решил выходить с Зигзага один, но еще не потеряно. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Ну, вот знаешь, не хватило командных действий команде Винстрайк. Да, да. Хотя, если честно, Георгий, вот к нему минимум претензий, потому что он жил до последнего. То есть там не было такого... Он получил хэдшот. Он, понятно, что еще пытался там какой-то в антаб ляпнуть на выход через Зиг. Но самое главное то, что присидел до последнего. И только там после перетяжки через Респ его убили. Но как там не сработали все-таки остальные ребята? Я скажу как, потому что дальше включился Фрайбер с поду 150. Ну и немного поторопился Норберт. Надо было дождаться тиммейтов, синхронно попытаться оформить это выбивание. Было большинство, но все же реализовать его не сумели. Ай-яй-яй! Форсированная закупочка от Винстрайк или нет? Нет, там только пистолеты. Есть только пистолеты. В общем-то, есть деньги на следующий раунд, если что. Инвестиции тут неплохие. Могут они показать себя в виде этих деглов. Но пока что не дошло до кэдшота. В итоге Астак забирает еще и Квика на пленте. А никто не сработал на фраку команды Винстрайк. В итоге все пятером выживают у нас игроки героев. Но только и Силиан очень там битый был. Он там в авангарде атаки врывался в этот плент. Смотрим важнейший момент для команды Винстрайк. Потому что они закупаются. И они пока что вынуждены играть без снайперской винтовки. Вот Бумачу немного не хватило бы, чтобы купить ее. Ну, Ауга или Эмка? Все-таки Эмка. Норберт Квик. Это два Ауга. Есть Фамас у Ворд-Эдита. Кстати, вот Гоша делает аксент в пользу Гранат. Действительно, это то, что пригодится Винстрайкам в этом раунде. С другой стороны, там опять же Скаут, Галил. Юэмпешка на руках у Фрайберга. Ну, тут вопрос, у кого сильнее бай. С другой стороны, экономика-то будет в любом случае благоволить команде героик, даже если они проиграют этот раунд, закупятся в следующем. Неважно. Смотрим 18-й. Тут у команды Винстрайк есть игрок на центре. Также будет помогать СБ товарищ Вейлендер, который все это время находится у двери. Ну и пока что героик не выходит, но раскидывает эту позицию. Возможно, под эту раскидку готовится врыв дальше на ЗИК. Ну, это та самая платформа для атаки. Занимается центр карты. Все позиции в безопасности. Ну, а дальше уже постараются героики показать нам идею этого раунда. Как же нельзя вот Георгию получать с одной сейчас в этой ситуации. Спуск. Опять же, понятно, что будут пикать эту позицию героик. Но пока они не спешат, понимают, что времени еще достаточно, чтобы прочекать еще, возможно, длину там какой-то пуши. И под точкой Б тоже поработать. Вот он смог на выход. Итак, это проверка на прочность Георгия. Справится ли с этим выходом на позиции Абунта. Один без помощи тиммейтов. Есть первый минус. Получается, в итоге Мерца забрать тот, кем успел выйти с Смака Квик. Закрывает Фраберг и Блэйба. Вот он, десант, который не сработал для команды героик. 2 в 5 ситуация. Асселен вместе с Эстагом. Они закрыты, они раскидались. Да, есть фраг, но с другой стороны в яме. Один находится второй на ЗИКе. Как ты будешь дальше врываться? Хотя, с другой стороны, винштрайк, главное, не лезть еще на эти перестелки. Слишком долго пытался проходить к спуску. В итоге получает спрей от Норберта и Ворда Дейта в спину. Эстаг последний против четверых. И винштрайк в шаге от того, чтобы сравнять счет в этом матче. 10 секунд до конца. Что будет делать Эстаг? Ну, однозначно попытается навредить экономике соперника. Ну, и тут главное не погибнуть после таймера. Но да, успевает все-таки отойти команда играет по банку. И это все-таки раунд. Защита Георгий. Садитесь в 5. В общем-то, все хорошо. Он понимал, как нужно играть, как нужно отворачиваться от этих флешек. Первый фраг это было очень важно. И это дало еще возможность Квику перетягиваться через смок и не отпустить Фрайберга, который как раз-таки и мчался на размен. Да, действительно, решение от Квика ворваться в дым было, наверное, ключевым в этом раунде. Если бы где-то, ну, струсил, скажем так, то однозначно бы продавили бы Ворда Дейта и с большой вероятностью забрали бы раунд. Бума через смок забирает Блейма. Исилин тоже там получал от него же. В итоге Квикс сжигает противника, выходящего на длину. Эта точка закрыта, ребята. Тут уже никто из героев не будет появляться. Они забирают себе центр. С другой стороны, защита в такой ситуации, имея два опенфрага, уже может вообще играть без центра на Дасте. Ну вот как раз-таки пытаются продавить эту позицию. Выход на центр. Попытка продавить аморника в базу Б. Как же отрабатывает Ворда Дейт. Да, там через смок залетает от него. В итоге Молотов полетел в окно. Смок в двери. И, в общем-то, СТАК вместе с Мерцем закрыты на этой позиции. Они не понимают, как нужно дальше действовать. Возможно, попытка будет врыва на длину. Там, кстати, открывается один игрок. Это Ворда Дейт. В итоге закрывает его СТАК. Но от Квика не уйдешь. В этой ситуации он слишком быстрый. И Мерц последний под Б. Может быть, еще кого-то здесь с собой. Такое ощущение, как будто не понимаешь, что Мерц находится на центре карты. Мерц в виде первого. Но перестрелять Норберта не получилось. 10-9. Винстрайк вырывается вперед во второй половине. И при этом нет денег у героек. Должна провести команда героек ЭКО. Ну и вот они прострелы от Георгия. Очень важный фраг, который чуточку останавливал своих соперников. С другой стороны, я отмечаю опорников точки Б, которые тоже круто сохранили гранаты. А именно Смок и Молотов для того, чтобы пресечь выходы через центр на свою точку. То есть они тоже красавцы. Ну тут в целом команда сыграла действительно образцово. Вот как раз-таки практика винстрайков на втором дедасте. 14 сыгранных карт и при этом 50 с лишним процентов винрейт, если я не ошибаюсь. Или 40. Работа. Довольно чистая работа получилась для Норберта. Ну и остальные фраги тоже сделали Вейлендер и Ворлд Эдит. 9-1-1. Тут нужно принимать критические решения команде героев, потому что они в атаке пока что не смотрятся. Понятно, что мы еще не посмотрели на них, не посмотрели на всю ширину их тактики, потому что были там попытки выхода на длину, были попытки сплита на точку Б, хотя опять же таки без верхней Т-шки там было бы сложно вообще воевать. Мне пока что не хватает именно напряга по Т-шкам. У команды героев, чтобы Зиг так не воевал у винстрайка, и чтобы точка Б тоже чувствовала себя в напряжении. Ну вот знаешь, на самом деле лучший вариант атаки, когда защита стоит 3-2, а именно так происходит у команды винстрайк. Три игрока на Апланте, два на базе Б, и это закрытый вариант защиты, не воюют за центр. Это сплит базы Б. Это как раз таки, когда ты в пятером закрываешь двоих на Б-планте и пытаешься их продавить. Пока что не делают даже этого. В полной редакции мы не видели. Мы видели только попытку выйти просто через центр, и потом дальше продолжить свое шествие на точку Б. А тут Бумача уже подсаживает. Позиция, конечно, королевская. Будет у него против Эстага, если тот после смока тоже будет настолько дерзким, чтобы пойти в соло на точку через длину. Я имею в виду точку А. Ну и также три игрока на Зиге спускается. Возможно, кто-то из них на центр. И это все смотрится как сплит на точку А. То есть два через Зиг, и бомба, что самое интересное, пойдет у нас не на короткий, а именно на длину. Да, интересное решение. 50 секунд до конца этого раунда. Как пройти Бумача на длине? Какова должна быть раскидка героев, чтобы здесь понести минимальные потери? Слепой он не будет точно. Как бы они ни раскидывали, в итоге первого забирают, идет на второго Фрайберг. Есть размен 40 секунд до конца этого раунда. Блэйм вместе с тиммейтом до сих пор еще стоят на Зиге. О, он уйдет. Одного забирает Мерца. Фрайберг. И, ну, должны все-таки Зиг выйти тут, ребята. Тут ни в коем случае нельзя погибать Исилию. Но да, вот по одному дальше действует героев. Слишком долго. И слишком долго. 25 секунд. Но есть фраг от Блэйма. Квик все-таки падает. Но Вейлендер будет заходить в спину. И это Джокер. Ну, по идее, тайминги не читаются. Моментально Вейлендер оказывается в спине своего соперника. Видит Блэйма. Ё-ё-ё-ёй. Да как же так, Вей? Это было опасно. В итоге Фрайберг последние 10 секунд до конца этого раунда. Но Аух от Норберта не прощает противник. Адам падает. И это 9-12. Три раунда преимущества команды. Винстрайк. Героик не синхронизирует свою атаку настолько, чтобы вовремя выйти, поставить бомбу. И потом уже заставить своих соперников играть против времени. Сейчас они играют против времени. А атака так не должна выступать. Она действительно не выглядит уверенно. Когда шевелит длина, когда на длине происходит размена, зигзаг должен так же шевелиться. А все это происходит в разных таймингах. И это то, что позволяет Винстрайкам справляться с этими атаками команды Героик. И тут опять же новое звено получила команда Герои. В общем-то нужно еще потренироваться. С другой стороны ничего еще не потеряно. Купили ребята пистолеты не дефолтные. Есть арморы от четверых. Только Мерц не покупал, потому что это снайпер, который очень много денег и так тратит. Квейк принимает центр. Уже есть первый фраг по Мерцу. Продолжают. Продолжают Геройки выходить на центр карты. Здесь опять-таки закрыто под флешки работает Квейк. Правда всего-то на всего один минус. Дальше размена от Фрайберга и Буэйма. И это уже ситуация напряженная. Это было бы интересно, если бы только что уронили Норберта из окна. Но нет, там не получается. Тут стоит вообще как кремень. В общем-то тяжело пройти дальше. World Elite закрывает Фрайберга. Последний Эсилион. И это будет ликвидация. Только от Норберта или от кого-то на центре. Но Орберт. Вау. Вау. Вау, вау, вау. Это вакейшн. Ребята, нам нужен еще один проигрыш этого хэдшота. Потому что такое случается не очень часто. С другой стороны это CSGO. Добро пожаловать. Сначала доктора в студию, а потом повтор, пожалуйста. О, Господи, это еще я ул. Ну, и заметь, он четко навелся. Он четко навелся на голову соперника и пуля полетела туда, куда он хотел. 13-9. Это называется, знаешь, outskilled. Не перестрелил, а просто передумал. В общем-то он тебя обставил полностью. Это шах и мат. Ну, против такого ты просто не пропрешь никак, потому что такие хэдшоты это что-то незаконное. И как же по команде Winstrike нужно ударить сейчас героикам, для того, чтобы они забрали себе все-таки этот 10-й раунд. Потому что с этим реально сложности. 7 на 16 и силен. Он вообще не в игре сейчас находится. 8 прогресс, есть тайм-аут, и это, возможно, то, что позволит героикам вернуться в эту зарубу. Я надеюсь, тренер находит сейчас те самые необходимые слова для своих подопечных, чтобы, ну, как-то взбодрить команду. Открыть ей второе дыхание и сказать, ребята, что-то с базой B надо делать до того, как вы двигаетесь в направлении A. Ой-ой-ой, какие флешки, ребята. Посмотрите на это, Квик уже в яме находится поддержка от еще двух игроков команды Winstrike. Есть первый минус по плейму, Эстак тут же отвечает по обидчику, и как дальше выходить там из голубого? Никак. Это какой-то хаос. Бумыч всех закрывает, Бумыч всех просто душит. Но здесь была неплохая попытка, но все же WorldEdit не промазал с этого АВБ. Последний остается и силен на длине. Парный выпад, ошибка от команды Winstrike. WorldEdit и Виллендер погибают. Это шанс для силена, ну, скажем так, реабилитироваться за неудачи прошлых раундов. Тут поджим от Норберта, и он готов к этому выходу обратному к себе на респ от игрока атаки. В итоге не принимает дальнейшую дуэль, и ты знаешь, и силен тут еще кучу времени потеряет. С другой стороны, Норберт тоже. Посмотри, насколько круто действует. Он перетягивается на длину, и будет сейчас там стычка. И силен к этому не готов. И вот он, и силен, который уже несколько лет играет на высшем уровне. И вот он, Норберт. И кто кого, как говорится, outskilled. Молодая кровь, скажем так, амбиции Норберта позволяет ему доминировать в этом противостоянии. Ну, тут знают ребята из команды Винстрайк, как нужно закидывать и смок, и молотов, чтобы противники себя очень неуютно чувствовали за голубым на длине. И 24 раунд, ты знаешь, пока что все просто выглядит для команды Винстрайк. Даже учитывая то, что они только что имели клач в ситуацию один на один. Но все же они пока сильнее выглядят, и героик должны как-то менять. Это Волд Эдит в итоге выходит на зиг и забирает Мерца. Ну, если в атаке действительно у нас были вопросы к Винстрайкам, то в защите все просто шикарно. По крайней мере, пока что. Большинство для Винстрайка в этом раунде подлесли минуса Ворда Эдита на зигзаге. Ну и что же придумают герои? Вот, Вейландер неплохо обрывается, в итоге забирает только одного блейма. Там угол был хорош для Астага, чтобы сию секунду ликвидировать противника. 3 на 3. И при этом из силы он пытается в соло выйти на точку Б под смок. Норберт к этому готов. Он закрывает его без каких-либо шансов. Ну и минута до конца. Геройки отправляются в гости к Норберту. Барный выпад. Два красных. 2,24% здоровья Эстаг и Фрайберг, соответственно. Но там еще спина, на самом деле, Бумыч должен зайти. И по таймингу он здесь тоже не считается. И очень быстрая спина. Да, тут уже Эстаг только через секунду так 5-7 может посмотреть на эту точку. Бумба только сейчас подбирается, будет поставлена на дефолте. Бумыч, нужно идти. По отшифтовку, плавнокровно забирает одного. По второму, в принципе, должны догадываться. А, да, замечает. И это хэдшот по Фрайбергу. И 15-9 это матч-поинт. Команда Вистрайк готова проходить дальше. Ну, кстати, хорошие новости для команды из СНГ. Одна из них точно двигается в стадию плей-офф. Кто это будет, по крайней мере, на первом этапе по винерам, так скажем. Да, но небольшая ремарка проходит дальше по сетке винеров. Да, все-таки у нас герои к ней вылетают. Они еще будут играть. Но пока что это слишком неубедительная игра в атаке на карте Дэдаст-2. Закончится ли сейчас все это, Юрий? Скажи мне, пожалуйста, вот есть ли хоть какая-то предпосылка к тому, что герои заберут себе этот 10-й раунд? То, что мы все-таки перейдем на 26-й? Ну, знаешь, не хочу ничего, скажем так, плохого для команды Винстрайк. Но должны закрывать без каких-либо шансов. Без идей действуют герои в атаке на втором Дэдасте. И мы не видим какой-то действительно мысли в их атаках. Ой-ой-ой, Эсси Ильин в итоге врывается на длину под смог же работает. И это было грамотно. Два минуса от него. В итоге Волд Эдит пропускает выход на зиг, потому что он еще беспокоился о длине, на которой были сделаны два врага от Эсси Ильина. Мэр закрывает перетяжку от Норберта. Отличный хатшот на развороте Веллендер падает и 10-15. И давай постараемся воспроизвести ситуацию прошлого раунда. Что сделала команда героев? Ничего, они просто побежали в аркаду. Это был сплит, быстрый выход на позиции Аплента, длина плюс зигзаг. Но здесь просто получилось. Здесь на длине зажег Ассилин, воспользовавшись ошибками команды Винстрайк. Ну а дальше Мерц наконец-то показал, что действительно по-прежнему является крутым игроком. Я полагаю, у нас тактическая пауза. Ребята, не пропускайте промо-код на ваших экранах. Мы сегодня разыгрываем 5 АК-47 неоновой революцией. И, в общем-то, нужно только запомнить этот код и первым ввести его на сайте Виплай ТВ. Ну что ж, смотрим дальше. Какие могут быть варианты для команды, которая сейчас находится в атаке? Да, это сложная позиция, но с другой стороны, за террористов на этой арене можно очень легко возвращаться. Уже не раз это показывали. И защита потихоньку тоже теряет свои деньги. Обратите на это внимание тоже. Ну, по-хорошему денег хватит максимум еще на одну закупку. Соответственно, взяв еще два раунда команде героев, экономика Виндстрайка врухнет. И это будет, возможно, тот самый камбэк. Да, ну и грамотное решение и от тренера, который, я так полагаю, поставил эту паузу команды Виндстрайка, и от капитана, что сейчас нужно просто купить пистолеты и сохранить деньги, а не закупаться под ноль и терять абсолютно все, что у вас копилось. В итоге Норберт поджимается под плейма. Это была банка. В итоге верхняя тэшка тоже жмется. Везде душат. Что происходит? Да, по-моему, без вопросов в этом раунде. Два первых минуса от команды Виндстрайк, при этом никого не потеряли. Подобрали два Ак-47, также две гранаты, это дым и флешка. Хорошие новости для Виндстрайка, и уже в этом раунде парни могут закончить зарубу против героев на втором дедасте. Трио героев направляется на точку Б, а тут позиция Володи, это неплохая, но нужно жить. Есть ли Молотов? Да, целых три могут полететь, два летит. Как же выйти непонятно? Гоша пытается все-таки там Смок его спасает. Как же круто тут получается, да, в итоге выживать. Но время еще у команды героев хватает, чтобы отойти, но с другой стороны. Под шумок пушатся Зики. Сейчас на центре два игрока команды Виндстрайк, которые готовы закрывать эту перетяжку. Бумач. Ну вот, кстати, максимально хорошее решение. Не стали стоять на своих позициях ребята из Виндстрайк. Занимают агрессивно и действительно отрезают огромный участок карты, раздобыв при этом огромную порцию информации. О, какие тайминги. Там Бумача вроде как заметили. Заметили. Но вот Норберта. Сейчас они могут не ожидать второго. И это хэшот от Норберта. Второй тоже залетает и стак падает. Это уже концовка, скорее всего, потому что Мерс последние 35 секунд на этом таймере. Промах. И сейчас Бумач будет просто дергать его там до последнего. 30 секунд до конца. Мерс в ситуации один против пятерых делает два минуса. Но надо подобрать бомбу и забрать еще троих. Это миссия невыполнима. Клик ставит точку победы Виндстрайк. 16-10. Это было круто.